но вот это вот именно вода для любого я на своем примере вам это дело докажу но наш сироп смотрите какую хрень поймал отличная улитка помните дед говорил про нее ну что ж давайте попробуем жила мы такой кусочек оторвем вот это номер сейчас я вам покажу вот кто наверно отожрал у меня поводок ну без зубка выручает твою дивизию это речной монстр кто смотрел мои последние видео тот в курсе что посвечал я очень опытного рыбака и конечно же я не мог у него не спросить какую арома он добавляет в прикормку потому что рецепт прикормки это одно но с аромой она гораздо лучше работает я спросил а для раз запаха аромата что-нибудь добавляете и рассказал он мне как приготовить арому который отлично работает по лещу карасю карпус сазану по всей белой рыбе ну что давайте с вами приготовим она готовится очень легко вы даже себе не представляете а потом потестируем на реке как она себя покажет это на леща вы тоже берем кастрюлю наливаем туда воды и засыпаем горох начинаем варить горох пойдет в прикормку но вот это вот именно вода она очень пахнет горохом вот это вот юшка и это отличный будет ароматизатор для любой прикормки вот я на своем примере вам это дело докажу я и вот эту вот юшку я солью я ее буду добавлять в обычную базу магазинную прикормку и посмотрите что из этого выйдет вот слил я нашу юшку мы возьмем с собой и будет наша арома отлично пахнет она горохом так что обалденная выкладывал я видео с загадкой что это за штукенция такая у деда висела за кормушкой и тут же получил массу правильных ответов я не сомневался что вы отгадаете так на моем канале только лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев я об этом неоднократно говорил и буду говорить и поздравляю пользователя под ником бмв брест он дал первый правильный ответ ты становишься в этой загадке победителем и чемпионом как и обещал огромный тебе привет и спасибо что смотришь канал рыболовное приключение но наш сироп гороховый заливаем и мешаем итак дипованная прикормка обычная база добавил кукурузы и наш самый приготовленный аттрактант с горохом первым пойдет у нас в тест один опарик и вот такая вот желтая пуфина с ванилью ну что погнали друзья блин нажал на камеру на что-то не включилась была поклевочка на чесночный пуф и походу я чё-то тяну с добавлением опарик конечно ухты какой хороший подлещик иди ко мне красавец иди ко мне ну чтож чеснок пока показал что он смотрите чесночный пуф и два парика а дружок привет погнали дальше плюс конечно моя рома с бутылки нет нет поводка ё-моё оторвало наконец-то была хорошей поклёвкой оторвало были ракушки нету фидерга он стоит что-то мне это странно ладно вяжем новый забросил и сразу же по дергунчике охи собрал этот гороховый аттрактант вне там рыбы обожает все-таки лечь ее а я что-то раньше все ли как-то не додумался до этого наваришь гороха процедишь его там смешаешь с перловкой вареный с пшеном и поехал сейчас я конечно это дело больше выливать не буду сейчас буду наоборот побольше воды есть по моему что-то не знаю видно вам было не видно но загиб был хороший ну правда рыбка по-моему небольшая но сам факт сколько прошло наверно минута а вот что это мне дербанит вот такая густера пришла ах ты зараза как-то этот пуф умудряешься созрать вот такая вот крутая рыбешка а я же говорю что там собралась и немерено но если есть мелкая значит будет и крупная ну что отлично моя прикормка с аромой самодельный собрала рыбеху до время такое сейчас 12 часов дня как бы время мелочи если бы сейчас было утро или поздний вечер тогда бы подошла и покрупнее рыба но сейчас в основном преобладает конечно мелочь может прийти что-то и покрупнее но в основном днем клюет небольшая рыбешка друзья что-то по ощущениям клюнуло явно не мизинчиковая густерка фидергам конечно рывки смягчает но мне кажется это нифига себе это огромный окунь вот это номер сейчас я вам покажу вот кто наверно отожрал у меня поводок и сейчас я вам покажу друзья а смотрите какой красавец ванильный пуф и два парика это стоять зорька а красавец шикардос ну что ж теперь я понимаю кто оторвал мой поводок зубы у него как наждачка поводочек тоненький и где-то тиранул по ходу это был такой окунь моя арома собрала много мелкой густеры на точке естественно это привлекло хищника ну и вот он ее гонял гонял увидел что это не там такое долбят желтенькая лежит шевелится с опарышем хватит а тут я и поймал недавно знакомый поймал судака даже но у него была опарыши с червем насадка небольшой такой грамм 700 я как-то тоже тем летом правда за пузо ну клювало отлично подсекаю что то есть думал там уже какой-то кит а он боком представляете тянул я его капец но вытянул повезло что ловил на флет поводочек был с лески 02 выдержал но на такую оснастку in line попался мне как-то сом тоже забавил ну килограмма полтора небольшой но вытянул я тогда конечно был шоке я думал там уже что-то нечто не мог от земли оторвать но думал уже тоже судак тогда кстати я поймал 3 сама или сомика такие под килограмм и сломал дома флешку вот это было конечно обидно всю ночь рыбачил были поклевки ловил этих сомиков и вы приехал домой достал флешку и попала она под стул я нечаянно на нее колесиком от стула наехал и да по ходу хана то моей кукурузине раздербанили они ее в пухе ты мелкая густера это хуже акулы это я не знаю такую рыбу она так дубасит так дербанит что просто ужас но же давай нормально уже давай нормально уже даст нифига нету не хватает терпения у меня висит висит наша лаврушечка ах ты зараза точила ты кукурузину опарыша и пуфа поймал я вот такую улитку помните дед про нее рассказывал что у карпа она была в желудке ухты у меня там все дубасит попробуем на улиточку а что пора нам сазана поймать погнали че тут правда брать я смотрю здесь какая-то у нее это жила мы такой кусочек оторвем и вот это на крючок наденем посмотрим интересно погнали так как теперь эту надеть штукенцию получше а вот как-то надел вот такая вот штука получилось нормалек забрасывает ну беззубка выручай принеси ко мне хорошенького сазан чека ну что беззубка заброшено подождем минуты 3-4 если тишина нафиг и снимаем вещь и по обратно пуф и кукурузу опарыши или мне показалось или что-то что-то дергает вот эта новость на эту хрень я еще не ловил здесь поймаю это будет номер конечно не так дубасит как дубасила на эти штукенции пару раз дернула но что-то что-то пока слабовато на нашу беззубку друзья так хорошо согнул ну не знаю поймал я что-то или нет но если поймал то что-то вроде бы не да что-то мелкое тяну а чё это я поймал ух ты как к дну густера нифига себе густера а смотрите как заглотила ю ю ю блин подруга отдай крючок вот это она любит улитку нефиг и крючок оторвал во рту да ну нафиг на такие вообще-то ловим дальше такие пришли на рыбалку блин опарыша в дома забыл ё-моё что делать а о какая-то ракушка а ну иди сюда о оторвали кусочек и вот так вот ее за вот это вот мышцу на крючок вот готова ну что забрасываем ты какие подвергунчики ух ты ничего себе блин то ли поводок оборвало то ли что ну такое было трудом ё-моё блин вот это три зубка ну чувствовал я такое сильное напряжение да нет поводка и с дырга вам оборвало реально тяну чувствую такой силе напряжение тун ё-моё хорошая поклёвочка и ухты ухты снасть осторожно осторожно но нашу ракушечку позарился хороший рыб только у меня очень тоненький поводок и не настроен фрикции он а как же тебя поднять дружок до берега да я тебя дотянул а ой 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 а как же тебя поднять и а что это твою дивизию это речной монстр ой блин друзья речной монстр здоровеннейший американский соник твою дивизию ты тоже любишь ракушки да а ты сейчас секундочку цеплюсь повезло не заглотил глубоко смотрите вот этот вот самяра да здоровый продолжаем у друзья пишите в комментариях ловили ли вы на вот эту вот беззубку и какие у вас были результаты хорошие подергунчики но чесночный пуфик пора наверно подсекать эту рыбешку но наверное увы я у меня это не получилось что-то я блин фрикцион капитально расслабил пока тянул этого речного монстра есть подлещи чек нравится чесночный пуфик нравится да продолжаем по моему что-то зацепил небольшое но вроде бы чуть потянул ах ты друзья это самая страшная рыба в этой реке у нее поклевки такие что карп отдыхает это вообще монстр есть что-то подцепил что как всегда рыба монстр густера аж глаза повылазили с такой дури вылупила по ходу слез афигеть не думал что когда-нибудь такое скажу но клюет на все чесночные пуф и клюет ванильный пуф клюет опарыш клюет кукуруза клюет беззубку ракушку которую нашел и нату клюет а все дело в этом гороховом дипе он собрал тут всю рыбу которая плавала даже этот американский сомик этот пришел на нашу арому на нашу прикормку что друзья вот такие вот результаты наших тестирований буду закругляться уже так как время у нас близится к обеду вот такие вот друзья тесты ладно подписываемся на канал пишем комментарии и до новых встреч я думаю когда выйдет это видео нас уже будет 50 тысяч всем огромное спасибо я очень рад что вы со мной пишем комментарии ставим лайки и до скорых встреч на водоемах дальних и ближних зарубежья пока 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 ну что по ходу приключение начинается затянуло меня ряской что из этого выйдет ты увидишь следующей серии рыболовных приключений